Александр Трезнюк с детства мечтал стать военным. Прошёл срочную службу в Германии в ракетных войсках. Возглавлял секретную часть. А в мае 1986-го, будучи адъютантом командующего армии, отправился в радиоактивную зону. Его команда сменила тех, кто уже провёл эвакуацию населения. Планировалось снимать такой грандиозный фильм «Брестка крепость». И, значит, от этого генерала, с которым я работал, его назначали главным военным консультантом по военным вопросам. И вот мы, значит, на радостях собирались ехать туда в «Брест» на съёмки этого фильма. И вот случилась такая трагедия, и мы вместо «Бреста» поехали в Чернобыль. Значит, и так вся моя семья даже об этом не знала. При норме в 20 суток наш герой пробыл в зоне отчуждения 40 дней. Признаётся, вскоре посидел, хотя был ещё совсем молод. Сказалась радиация. Его команда занималась дезактивацией на отселённой территории. От места, где базировались, до реактора по прямой 21 километр. Впрочем, Александр Макарович не единственный бобруйчанин, который принимал участие в ликвидации. Нахануне памятной даты в пожарной части номер один наградили ветеранов органов подразделений по чрезвычайным ситуациям, которых также коснулась эта страшная трагедия. «Надо быть всегда бдительными, беречь себя и не допускать никаких промахов жизни. Жить без ЧАЭС». «Это очень важно. Это и важно прежде всего для наших ветеранов, что мы не забываем их. Важно для нас, чтобы мы передавали эту память событий. Ну и также важно для молодого поколения, которые должны знать и саму трагедию, знать и участников в лицо. Ну и помнить о том, что беспечность может привести вот к таким вот, в том числе и к таким последствиям». Утро субботы в Минске началось на пятом километре Могилевской трассы. Участникам автопробега предстоял дальний путь. Но повод, как всегда, важный – почтить подвиг ликвидаторов Чернобыльской АЭС. Их конечный пункт – Полесский государственный радиационный заповедник, белорусская часть зоны отчуждения. Патриоты к пункту назначения ехали целыми семьями. Для многих это повод увидеть любимую Беларусь с другой стороны, показать ее и своим детям. Они проследовали вдоль Мариной горки Осиповичей, посетили Бавруйскую крепость и возложили цветы к памятнику жертвам фашизма. «Как у вас настроение сегодня?» «Прекрасное настроение, как всегда, боевое, прекрасное. Мы, как всегда, в колонне с флагами, под классную нашу любимую музыку. Любимую не отдают. Посещаем города Беларуси. Сегодня мы в Бавруйске, в этом прекрасном городе». «А были когда-нибудь в Бавруйске?» «Нет, первый раз». «И как вам в городе?» «Город красивый, чистый, отстроенный. Я просто удивляюсь, что благодаря нашему президенту, какая наша Беларусь чистая, красивая. Я очень часто тоже бывала везде, была в Польше, была за границей. Такой чистоты, такого порядка нигде нет». Финалом 35-летия со дня техногенной катастрофы стало возложение цветов к памятному знаку сотрудникам Бавруйской милиции, участникам ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Задача молодых – помнить и не позволить повториться тем трагическим событиям. Мир меняется, совершенствуется и обновляется. Но учеба на собственных ошибках – залог мирного неба и безопасного будущего. Карина Гуревич, Андрей Богдан, Бобруйск, 360.